Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Это 40-й урок. В этом уроке я хочу вам показать, как вставить форму комментарии от ВКонтакте на ваш сайт к вашим статьям. Вы, наверное, часто видели такое на сайте. Это также способствует социальному продвижению вашего сайта. То есть, видите, вот пример. Я поставил на демо-сайт комментарий от ВКонтакте. Если вы до конца не понимаете, зачем именно они, я вам вкратце поясню. Когда человек комментирует вашу статью, то автоматически в статусе у него опубликуется на его стене то, что он прокомментировал вас на сайте. И если комментарии, то есть, ваш сайт будет популярный, комментариев будет много здесь, получается, от каждого комментатора будет оставаться пост на стене. Это аналогично лайку в комментариях. То есть, его друзья ВКонтакте будут видеть стену и увидят, что он что-то прокомментировал. И, возможно, перейдут по этой ссылке и попадут к вам в эту статью. То есть, полезная вещь. Многие ставят эту форму комментариев. Ну и, в принципе, многие привыкли к этой форме ВКонтакте общаться. Не нужна никакая регистрация на сайте. Оставил комментарий моментально. Нужно быть только авторизованным при этом в социальной сети ВКонтакте. Давайте перейдем в админку и установим данный плагин. Переходим к расширению менеджера расширений. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Вот так выглядит данный плагин. Нажимаем открыть, загрузить и установить. Плагин успешно установлен. Давайте перейдем к расширению менеджера плагинов. Если у вас они отображаются не наверху, как у меня, кликайте ID и кликайте туда еще раз. От этого плагина установились две кнопки и сам плагин. Кнопка включения комментариев и выключения комментариев ВКонтакте. И сам JoomLine VK Comments. Ставим галочки и нажимаем включить. Активируем сразу три элемента. Плагин активировался. Переходим в данный плагин. И сразу первое, что нам нужно, это ID. Для этого вы должны быть авторизованы в социальной сети под своим аккаунтом ВКонтакте. В адресной строке удаляйте вот так вот, чтобы было у вас VK Com. И подставляете вот здесь Dev. Попадаете на такую страницу. Кликаем по средней кнопке подключения сайтов и виджеты. И здесь выбираем комментарий. Здесь выбираем подключить новый сайт. Пишем название сайта. Обязательно ставьте реальный домен, иначе комментарий не будет работать. Тот домен, где вы подключаете данную форму комментариев. Основной домен сайта вот так просто копируете свой домен без окончания вот этого. Тематику выбирайте свою и нажимаем сохранить. Появляется окно, вписываем капчу, символы с картинки. После того, как вы записали код, нажимаем отправить. И дальше обращаем внимание, вот на это поле нам нужно получить ID. Находим вот такую строчку IPID. И вам нужен вот этот номер. У вас он будет уникальный свой. Копируем только его. Идем на наш сайт. И в это поле удаляем все, что здесь написано. И вставляем номер. И здесь уже остается самое простое. Количество комментариев. То есть, после скольки комментариев, комментарии новые будут снизу сворачиваться, и их будет видно только после нажатия на ссылку. Оставляем 10. Ширина блока комментариев. Это вот эта ширина. Вы смотрите. Это в зависимости от вот этих ваших модульных позиций. Чтобы вот эта форма не залазила никуда за края, у вас будет уникальная здесь ширина. Я ее не трогаю. Оставляю как есть. Автодобавление. Поставим, да? Прикрепленные файлы. Все стоит. Это вот такая ссылка вот здесь внизу. Чтобы человек мог оставить аудиофайл, видео. Ну, вы знаете, наверное, да? Если вам это не нужно, вы можете здесь отключить данную функцию. Чтобы была только форма комментариев. Автопубликация. Вот важная вещь. Как раз социальная раскрутка. Автопубликация. В подсказке написано. Автоматическая публикация комментария в статусе пользователя. Конечно же, да. Автообновление. Это если вы сидите на сайте, на этой статье, и смотрите на комментарии. Например, читаете. В данный момент кто-то оставляет комментарий. Так вот, в режиме реального времени, без перезагрузки, вы комментарий этот увидите. Так называемый АЯКС, да? Без перезагрузки страницы. Если это вам нужно, оставляете «Да». И исключить категории. Здесь, если кликнуть по полю, здесь всплывут ваши категории. И вы можете вот так выбрать ту категорию, там, где не нужны комментарии. Все настройки. Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт. Видно, что у меня здесь комментариев нет никаких. Обновляемся. И видно, что у нас вот появился поле. Давайте протестируем. Отправить. Вот видите, мой комментарий добавился. Есть кнопка «Мне нравится». Все как положено. Помните, мы включили еще две кнопочки включения-выключения. Они, по идее, должны быть вот здесь внизу. Чтобы мы могли, например, кликнуть на кнопочку, чтобы, например, для этой статьи не отображались комментарии. Я, к сожалению, их не вижу. Может быть, я что-то не так делаю. В общем, если у вас их тоже нет, включенные их не оставляйте. Они вам не нужны. Обязательно перейдите в менеджер плагинов. И вот эта кнопка «Выкол комментариев» и «Выкол» вы их выключаете. Если вы хотите, значит, в каких-то статьях, чтобы эта форма не отображалась, то вам придется создать отдельную категорию для статей. И в плагине вот здесь внизу включить эту категорию как исключение. Тогда для этой категории не должны выводиться комментарии ВКонтакте. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш эмейл-адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.